«Я твердо знаю о себе, что у меня есть дар называть вещи по-иному. Иногда удается лучше, иногда хуже. Зачем этот дар, не знаю. Почему-то он нужен людям», – писал Юрий Олеша. 3 марта 1899 года, 125 лет назад, родился русский советский писатель, поэт и драматург, журналист и киносценарист Юрий Карлович Олеша. Он родился на Украине в семье обедневших белорусских дворян. Когда мальчику было три года, семья перебралась в Одессу. Там он пошел в Решильевскую гимназию. Это учебное заведение считалось одним из лучших в городе и славилось тем, что почетными гостями в нем бывали Александр Пушкин и Николай Коголь. Будучи гимназистом, Юрий любил играть в футбол и сочинять стихи. В 1915 году одесская газета «Южный вестник» опубликовала его произведение «Кларимонда». А спустя три года молодой поэт подарил тетрадь с 35 стихами своему учителю словесности Аркадию Автономову. В 1917 году Юрий Олеша окончил гимназию с золотой медалью. Его выпуск стал последним из тех, кто получил аттестаты с двуглавым императорским орлом. После школы будущий писатель поступил на юридический факультет Новороссийского университета. Однако он продолжал создавать произведения и вскоре стал членом литературного кружка «Зеленая лампа». А затем вместе с другими молодыми литераторами он организовал кружок «Коллектив поэтов». В него также входили Эдуард Багрицкий, Илья Ильф, Валентин Катаев. Годы гражданской войны начинающий писатель провел в Одессе, а затем переехал в Харьков. В 1921 году он работал журналистом в периодической печати. Одним из первых литературных опытов Юрия Олеши была одноактная пьеса «Игра в плаху». В 1922 году он переселился в Москву, работал в железнодорожной газете «Гудок», где выступал со стихотворными фильетонами под псевдонимом «Зубила». Первая крупная проза Олеши «Три толстяка» появилась в 1924 году, но была опубликована четырьмя годами позже. Эта книга стала одним из самых популярных произведений для детей. По мотивам трех толстяков в 1950-х годах поставили балет, а в 1966 году на экраны вышел одноименный фильм-сказка режиссера Алексея Баталова. В 1927 году Олеши опубликовал свой первый роман «Зависть». Этот роман стал одним из лучших произведений советской литературы о жизни интеллигенции в послереволюционный период. С 1930 года пьесу «Зависть» перевели на 17 языков и ставили во многих театрах мира. Сборник «Вишневая косточка», вышедший в 1931 году, объединил рассказы Олеши разных лет. Тогда же писатель дебютировал как драматург. Московский театр имени Мерхольда поставил его пьесу «Список благодеяний». В 1934 году появилась киноповесть «Строгий юноша». После ее выхода Олеши опубликовал только статьи, рецензии, заметки, зарисовки и лишь иногда рассказы. Его перо принадлежат воспоминания о современниках – Владимире Маяковском, Алексее Толстом, Ильфе и других. Этюды о русских и зарубежных писателях, чье творчество Юрий Карлович особенно ценил. Это Антон Чехов, Стендаль, Марк Твен и другие. По сценариям Олеши поставлены фильмы «Болотные солдаты» и «Ошибка инженера Кочина». Великую Отечественную войну Олеша пережил в эвакуации в туркменском городе Ашхабаде. Писатель выступал на радио, работал над сценариями для киевской киностудии. Наследием Олеши стала его книга «Ни дня без строчки», в которую вошли заметки из дневников, архивов и записных книжек писателя. Она была опубликована уже после смерти Олеши. Отдельное издание вышло в 1965 году. В книге Олеши прихотливо перемешаны автобиографические сюжеты, размышления автора об искусстве и о происходящем вокруг. Существенно дополненное издание дневников Олеши увидело свет в 1999 году под названием «Книга прощания». Продолжение следует...